Нил Дикие реки Африки Длина Нила более 6800 километров. Его дельта тесно связана с древнеегипетской культурой. Но ближе к истоку – это другая, менее известная река. В Уганде Нил внезапно принимает новую форму. Это водопад Кабарега. Его бурные воды прорываются через узкое ущелье шириной всего 7 метров. Миллионы лет здесь бушуют воды Нила. Это один из самых мощных водопадов на Земле. По высоте, сравнимый с 11-этажным домом. Нил протекает через крупнейшее озеро Африки – Викторию. Река и ее притоки пересекают 11 африканских стран. Впадает Нил в Средиземное море. Нил оживляет весь северо-восток континента. Сила природы успокаивается на краю водопада Кабарега и превращается в рай для самых нежных созданий Нила. Рядом с бурными водами живут бабочки. Их привлекает питательная почва, увлажненная туманом. Водопады – наглядное доказательство мощи Нила. Это ворота к новому участку реки. Это Виктория Нил. Здесь река течет спокойнее. Сюда приходят животные, и некоторые из них жаждут поохотиться. Самец нильского крокодила. Главный хищник реки. Один из крупнейших и старейших видов крокодилов. Вот уже 200 миллионов лет здесь правят эти древние властители. Они представляют смертельную опасность для каждого, кто окажется рядом. И даже друг для друга. У этих крокодилов начался брачный сезон. Крупный самец намерен доказать, что этот участок реки принадлежит ему и самкам. Его соперники считают иначе. Длина нильского крокодила может достигать 6 метров, а вес – 1 тонны. Они очень хорошо вооружены и отличаются дурным характером. Для давних врагов это не первая схватка. Сопернику непросто скрыть следы от укусов от предыдущих сражений. Финальный раунд. Последнее проявление силы для доказательства превосходства. Избавившись от соперников, крокодил может начать искать самку. На берегах реки простираются обширные пастбища, где самцы других животных также сражаются за самок. Для этого вида период размножения практически не прекращается. Это самцы-антилопы коп. Они борются за лучшую территорию. Этот самец на арене готов сразиться со всеми собратьями. Награда достойная. Почти все самки придут спариться с победителем. КОНЕЦ 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 Один соперник побежден, и второй занимает его место. Отчаянная битва для уже измотанного участника. Победителем вышел соперник. Заняв главное место, он становится доминантным самцом. И хотя этот раунд он выиграл, это еще не конец. Следующие соперники не заставляют себя ждать. На отдых времени нет. Он всю жизнь будет бороться за право спаривания. ДИКИЕ РЕКИ АФРИКИ Для крокодила победа означает, что он может сразу начать спариваться. Жестокость сменяется нежностью. И один из самых суровых африканских хищников показывает себя с романтической стороны. Он изгибает спину, чтобы казаться крупнее и привлекательнее. Он вибрирует мышцами, чтобы послать сигнал и мутит вокруг себя воду. Самки собираются, чтобы привлечь к себе внимание. Стараясь выразить симпатию, они осторожно касаются его и трутся о самца. Крокодил, готовый к спариванию, улавливает запах самок. Он спарится с несколькими самками, но пока выбрал одну. Так они проведут вместе несколько дней. На берегу реки, на безопасном расстоянии от крокодилов, будущая мать прячется в высокой траве. Для потомства самка-сервала ищет густую растительность или заброшенную нору. Субтитры создавал DimaTorzok Там у нее рождается три здоровых котенка. Сейчас они слепые, весят не больше двухсот граммов и абсолютно беспомощные. Привыкшую к одиночеству кошку ждут грандиозные перемены. Трава, растущая вдоль Нила и сама вода. Вода обеспечивают питание множество видов птиц. Это такой же древний болотный вид, как и нильский крокодил – королевская цапля. Метровая птица возвышается над травой. Коварная охотница ждет, замерев, когда ее жертва поднимется на поверхность. Ее сила в терпении. Всплеск привлекает внимание цапли. Она должна оставаться сосредоточенной. Терпение вознаграждается. Теперь она может неспеша насладиться обедом. Подальше от болотистых берегов Нила пасутся огромные стада буйволов. Они пытаются привести к реке детенышей, но у них на пути возникло препятствие. Гиены. 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 Ойους. Змач essa еда. Му-у-у-у. Гиены. Ген. Розу для телят. Но у этих гиен другая цель. Испугавшись, бубалы Джексона могут мчаться быстрее 60 км в час. Но сегодня они не спешат. Для защиты стада этот самец применит другую тактику. Вместо скорости он использует находчивость. Он подходит к хищнику, привлекая внимание к себе и уводя гиен от детенышей. Пока самец пристально смотрит на гиену, его семья успеет скрыться. Смельчак выигрывает время и спасает стада. Буйволам удалось добраться до реки. А неподалеку самка крокодила выбралась на сушу. После спаривания прошло два месяца. Настало время строить гнездо. Сначала самка ищет подходящее место. Оно должно быть рядом с ее домом в реке. Там вылупятся детеныши. Но в то же время на удалении, чтобы гнездо не затопило. Вот это место. Она начинает копать яму глубиной около полуметра. Она перенесла вес на передние лапы, чтобы вся нагрузка пришлась на задние. Даша у столь крупного крокодила на это уйдет немало времени. Наконец, самка может отдохнуть и позволить природе позаботиться обо всем остальном. ДИКИЕ РЕКИ АФРИКИ Самка крокодила начинает откладывать яйца. ДИКИЕ РЕКИ Закончив, она осторожно присыпает их землей, стараясь не разбить ни одного яйца. Она полностью зарывает их в гнездо. ДИКИЕ РЕКИ Которая зависит от их положения в гнезде, определит пол детенышей. Разница в несколько градусов решит, самка появится на свет или самец. Но успокаивается рано. Впереди долгое дежурство, которое станет испытанием на выносливость. Самка сервала вышла на охоту, чтобы прокормить себя и котят. На это уйдет вдвое больше времени и сил, чем раньше. Ее внимание привлекает усач, поднявшийся на поверхность. Котята будут накормлены. Когда солнце высоко над горизонтом и температура в тени достигает 35 градусов, даже теплолюбивой самке крокодила нужен перерыв. Она вынуждена время от времени возвращаться в прохладную воду. Но оставить гнездо значит подвергнуть яйца опасности. Ведь хищники не дремлют и следят за каждым ее шагом. Нильский варан Одна из крупнейших ящериц в Африке съест все, что поместится ей в пасть. Самка крокодила не знает, что ее гнездо под угрозой. Чувствительный язык варана с легкостью улавливает запах питательных яиц. КОНЕЦ Он хватает два яйца и уползает. Вот почему крокодила откладывают так много яиц. Матери остается лишь защищать оставшиеся. Нил настолько огромный, что очень серьезно влияет на климат. Солнце прогревает экваториальную зону. Из поверхности Нила испаряется огромное количество воды. Быстро сгущаются облака. Дождь остужает территорию вдоль Нила и создает совершенно иной ландшафт. ДЖУНГЛИ Здесь живет один из наших ближайших родственников – шимпанзе. Семейные группы могут насчитывать до сотни особей. Они общаются и укрепляют семейные узы, очищая друг друга от паразитов. Это один из многих уроков, которые должны усвоить детеныши. Но важнее всего – научиться правильно есть. Матери показывают молодым шимпанзе, как это делается. Уроки длятся более трех лет. Они должны знать не только то, что можно есть, но и то, что трогать нельзя. С возрастом шимпанзе все чаще уходят в джунгли в поисках пищи. Лес – их салатная миска. За всю жизнь шимпанзе может съесть до 300 видов растений, семян и плодов. Они могут трапезничать целыми днями. Дикие реки Африки На берегах Нила у детенышей крокодила только начинается жизнь, полное приключений. Детеныши готовы вылупиться. Дежурство их матери подошло к концу. Детеныши ждет непростая задача. Они должны выбраться из скорлупы, пока не задохнулись. Им помогает яйцевой зуб. Это даже не зуб, а твердый нарост на верхней челюсти. Именно он пробивает скорлупу, позволяя детенышу вылезти наружу. Но порой зуб не помогает. И тогда мама сама раскалывает скорлупу у себя в пасте. Невероятно тонкая операция для столь мощных челюстей. И это только начало. Теперь мать должна увезти их в безопасное место к реке. И самый быстрый способ сделать это кажется самым опасным. Огромными зубами она аккуратно подхватывает детенышей одного за другим. Они инстинктивно ищут укрытие. Но за один раз самка может унести не более пятнадцати детенышей. Это значит, что некоторым придется остаться. С трудом вылупившийся малыш снова оказался беззащитен. И это прекрасный шанс для нильского варана. Он видит детеныша. Но в этот раз у него на пути стоит самка крокодила. Слишком рискованно. Теперь она позаботится о своем детеныше. Несколько часов самка несет выводы к воде. Для детенышей приключения только начинаются. Из беззащитных малышей они превратятся в смертоносных рептилий. Самка крокодила не единственная, кто следит за многочисленным выводком. Недалеко от реки жирафы Ротшильда растят своих детенышей. Их главная сила – многочисленность. Один руководит стадом, пока другие кормятся неподалеку. Вместе они заботятся о детенышах и добывают себе еду. За этими шейными объятиями скрываются гораздо более серьезные намерения. Шеи – главное оружие жирафов в борьбе за лидерство. И эти двое сражаются друг с другом. Победитель получит право спариваться. Они бьют друг друга рожками, чтобы ослабить противника и нанести очередной удар. Чаще всего битва заканчивается без травм. Но сломанная челюсть, шея и даже смерть не исключены. Эти жирафы еще молоды, и это была лишь тренировка. А в реке самка крокодила окружена подрастающим потомством. Два года она будет ухаживать за детенышами и учить их самостоятельной жизни. Они спешат в воду, желая исследовать новую обстановку. Малыши должны научиться добывать пищу и при этом оставаться в живых. Детеныш, уже перенесший трудности, стал самым уверенным среди братьев и сестер. Он нацелен на крупную добычу. Но он не так свиреп, как ему кажется. По крайней мере, пока. У него все получится. Маскировка. Незаметность. Точность. Детеныш становится охотником. У него братьев и сестер все еще впереди. Нил дарит жизнь всему региону. Сезоны сменяют друг друга. Но река неизменно поддерживает каждое новое поколение. Самка сервала заботится о своих котятах. Несколько месяцев они будут питаться молоком матери. Она весь год будет за ними присматривать. Мощный нил прорезает себе извилистый, постоянно меняющийся путь к морю. Но кое-что в этой реке остается неизменным. Самка крокодила сыграла свою роль. Прошло два года, и ее уже подросший детеныш помнит все, чему его учили. Последний в древнем роду неоспоримых властителей Нила. Субтитры подогнал «Симон»